Дорогие слушатели! Дорогие слушатели! Дорогие слушатели! Дорогие слушатели! Первая заповедь с обетованием Бога обещает с высоты небес. «Почитай отца и мать, и будет тебе благо». А вот сегодня хотелось бы, чтобы мы в своих молитвах действительно благодарили Господа за наших родителей, за наших матерей и проверили себя. Действительно ли я, почитаю своих родителей, как должен, действительно ли я имею те благословения от Господа, которые Господь хочет меня благословить, потому что я благословляю своих родителей. Независимо, хорошие они или плохие, молодые или старые, родители всегда остаются родителями. Для мам имя «мама» остается до конца. Она не молодеет и не стареет, и это имя не меняется. А для матерей сыночек и дочь остается тоже до конца. Если даже дочь 70 лет, она остается дочерью. Если даже сыну 70 лет, все равно он остается сыном для родителей. Дал бы Господь каждому и молодым, и пожилым, чтобы действительно мы сегодня благодарили Господа и просили благословения на тех матерей, на тех отцов, которые среди нас. Да благословит нас Господь. Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим и славим Тебя, что мы имеем великого, чудного Бога. Бога милосердия, которому во имя Иисуса Христа мы всегда обращаемся и верим, что Ты любишь нас. Ты, Иисус Христос, доказал свою любовь на Голгофском кресте, вот такие, какие мы есть. Ты взял наши грехи на Себя и умер за наши грехи и воскрес, чтобы оправдать нас. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя, Господь, за все благословения, которые имеем на этой земле, Господи, вот Ты обильно благословляешь нас, Господи. Если бы не Твоя милость, если бы не Твоя любовь, то мы бы здесь не собирались, Господи. Но мы благодарим и славим Тебя, что вот этот воскресный день, Ты, Господи, сегодня напомнил мне и каждому из нас и заповеди Твоей, что мы почитали родителей, Господи. Воистину, это Твоя заповедь, это Твое обетование, Господь. И я благодарю и славлю Тебя, Господи, за моих родителей, что смотря на их жизнь, я познал Тебя, Господи. Может быть, не от слова, но смотря на их неблагобоязненную жизнь, Господи, я уверовал в Тебя. Также хочу просить Тебя, чтобы дети, смотря на нашу жизнь, на мою жизнь, на жизнь моей жены, Господи, могли возблагодарить Тебя. Также хотелось бы вознести сегодня к Тебе и тех матерей, которые имеют сегодня озабоченность. Те матери, которые, Господи, имеют непослушных дочерей и сыновей, чтобы Ты благословил матерей и чтобы Ты благословил этих детей, чтобы, Господи, они не нарушали заповедь Твою. Чтобы, если они хотят иметь благословение на этой земле, Ты говоришь, почитай родителей, Господи, помоги каждому из нас. Мы будем благодарить Тебя за наших родителей, мы будем благодарить Тебя за наших матерей сегодня и будем просить, чтобы Ты благословил их, в каком бы возрасте они ни были. Также я прошу Тебя, чтобы Ты благословил их братьев, которые будут говорить Слово Твое, хор прославляющийся Твоим и благослови. И наше сердце, Господи, чтобы мы принимали слова, не что нам хочется, не что нам нравится, не что мы ищем, Господи, но мы готовы слушать Слово Твое, которое от Тебя исходит. И прославься в этом наш вечный Бог. Аминь. Господь, Господь, благослови все семьи, Господь сохранит тебя повсюду, И наним, Господь, благослови все семьи, Господь сохранит тебя повсюду, И милость будет бесконечна, Милость Божья над тобой. И родит Господь, Обратите мне все правды. И родит Господь, Обратите мне все правды. И милость выше наполнит сердце. И миром свыше наполнит сердце. И милость страдает. И милость выше наполнит сердце. И милость выше наполнит сердце. Слава Богу! Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал ему, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой приобрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты просил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Аминь». Перед общей молитвой я бы хотел направить наши мысли на то, чтобы мы подготовились к молитве. И я считаю очень правильным, у нас достаточно много мест священного писания, в которых написаны молитвы людей Божьих. И вот на одну из них, на молитву Моисея, я бы хотел обратить внимание. «Молю, открой путь твой». Моисей не требовал. Вы заметили, что слово «молю» радикально отличается от слова «требую». Когда человек молит, он просит смирения, он просит, чтобы высший обратил внимание на низшего. Вместо того, как сейчас мы говорим «я хочу», «мне надо», Моисей просил «я молю». И он просил союзники того Бога, который действительно показал ему большие чудеса. Вчера народ бывшего Советского Союза праздновал День Победы. Но Победа не досталась ему просто так. Советский Союз в то время, он искал себе союзников. И действительно, он выбрал хороших союзников, и они победили то зло, которое было в Европе. Мы, как христиане, кого мы выбираем в союзники? Может, мы хотим человека уважаемого, может, мы хотим человека знатного, но мы не хотим Бога Всесильного. Выбор союзника очень важен в жизни каждого из нас. Кого мы выберем в союзники? И Моисей знал это, и Моисей понимал это. И он хотел, чтобы союзником его был Господь, чтобы он был в подчинении Господа. Потому что конечная цель Моисея, это было приобретение благоволения. Он говорил, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Для Моисея больше ничего не надо было. Ему хотелось, чтобы Господь обратил на него внимание. Ему хотелось, чтобы Господь был всегда вместе с ним. И вот эта конечная цель приобретения благоволения в этой молитве Моисея, она очень ярко выражена. Она очень ярко выражена. Господь сказал, я сам пойду и введу тебя в покой. Господь не доверял это кому-то. У нас говорят со здоровой головы на больную. Нет, Господь сам говорит, я пойду с тобою, я всегда буду рядом с тобой. Он не посылал ангела, он не посылал кого-то еще из сильных мира всего к Моисею, но он сам был всегда с ним. И Моисей понимал это, и он не хотел, чтобы кто-то другой был, кроме Господа, был рядом вместе с ним. Как в нашей жизни, хотим ли мы Господа рядом с нами, или мы хотим кого-то другого? Доверяемся ли мы полностью Иисусу Христу, или же у нас есть другие приоритеты? Моисей это понимал, и хотелось бы, чтобы мы это понимали сейчас. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда. Полная зависимость народа, полная зависимость Моисея, полная зависимость человека от Господа. Он не хотел другой иной участи, что мы сейчас выбираем. В этот праздник, День Матери, мы когда родились, мы полностью были зависимы от наших матерей. Мы полностью зависели от наших родителей. Но когда мы вырастаем, мы начинаем понимать, вроде бы, что родители не все понимают. Есть такая народная мудрость, что до 11 лет ребенок говорит, мой папа и мама знают все. До 14 лет говорит, я знаю примерно как родители. До 18 лет они говорят, да я знаю больше, чем родители. И после 25 говорят, я действительно ничего не знаю. Родители знают намного больше. И чтобы не оступаться на этих ступенях, молодежь, подростки, дети, дорожите своими матерями, дорожите своими родителями. Потому что они даются раз и на время. У вас не будет времени поменять или иметь других родителей. Говорят, незаменимых людей не бывает. Но когда это говорят, я говорю, тебе кто-нибудь маму заменит, люди сразу молчат. Сейчас, когда у нас есть выбор призвать Иисуса в свое сердце, поймите, что незаменимых нету, таких, как Господь, нету. Только один, однажды, он стучится в ваше сердце постоянно. Если дьявол будет предлагать вам один раз, потом отойдет другой раз, пока человек не споткнется, то Господь постоянно. Господь не отходит от сердца человека, и Он постоянно стучит. Постоянно стучит, чтобы человек открыл дверь сердца своего. И когда мы обращаемся к молитве Моисея, Моисей говорит, будь всегда со мной, веди меня, я без тебя не могу делать ничего. Почему узнать, что Я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих, не потому лишь, что Ты пойдешь с нами, исход 33.16. Присутствие Иисуса в нашей жизни – это симптом или знак того, что мы приобрели благоволение в очах Господней. Что такое благоволить кому-то? Как объяснить или какими словами описать благоволение кого-то кому-то? Так вот, благоволить кому-то – это быть милостивым, снисходительным, доброжелательствовать, покровительствовать, принимать участие. Какие прекрасные слова, которые описывает вот это состояние Господа нашего Иисуса Христа. И вот это все – быть милостивым, Господь милосердный. Быть снисходительным – Господь снисходит к нашим проступкам. Он прощает, когда мы обращаемся к Нему, Он прощает. Доброжелательным – Господь говорит, только Я имею для вас намерение. Намерение на добро, во благо, покровительствовать. То есть высшая сила Божья, Дух Святой – Он всегда с нами. Он всегда окружает человека. Принимать участие. Любое, что мы не делаем, Господь всегда рядом с нами. Он обращает внимание на наши нужды. Он обращается к нам, когда мы к Нему обращаемся. Он понимает нас, когда мы обращаемся к Нему. То, о чем Ты говорил, говорит Господь, я сделаю, потому что Ты приобрел благоволение в очах моих. И я знаю Тебя по имени. Господь знает каждого нас по имени. Мы знаем друг друга по имени. Но там в небесах, когда наступит то время, когда мы вместе будем с Иисусом, и когда мы будем получать награды от Господа Иисуса Христа, Он каждому из нас вручит камень, на котором написано имя, которое знает только Он. Только Господь Иисус Христос знает это имя. Сейчас можно услышать, что люди называют друг друга кем хотите, чем хотите. Но мы, братья и сестры, любим Господа Иисуса Христа. Мы, братья и сестры, любим друг друга. Потому люди узнают, что мы ученики Иисуса Христа, если мы будем иметь любовь друг к другу, любовь иметь между собою. И это выражается в том, что мы будем знать друг друга по имени. Помните, Христос на кресте висел, народ проходящий, как Он обращался к Нему? Э! Обращаемся ли мы сейчас к кому-то так? Или все-таки мы ставим другого выше себя? Мы обращаемся к Нему по имени? Господь обращается к нам по имени. Смотрите, слова, какие записаны в Иисусе 43.1. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Ничей только мой. Являюсь ли я принадлежностью или душой Иисуса Христа?» Он отдал за нас жизнь свою. Еще одно место, которое я бы хотел обратить внимание и на этом закончить, это 1 Коринфянам 6 глава 19 и 20 стих. 1 Коринфянам 6 глава 19 и 20 стих. «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые – суть Божьей». Если вы сравните место Священного Писания с исход 33 глава сначала и прочитаете до того места, которое мы прочитали, вы поймете, какая большая разница. Вы поймете, как далеко христианство отступило от того, кем оно должно быть. И у нас есть время это исправить. У нас есть время поменять это. «Вы – храм Духа Святого», написано. «Мы – храм Духа Святого». Чем храмом мы сейчас находимся? Может, мы – храм какого-то модного дома, Кристиан Диор, Долча Габбана и так далее и тому подобное? Или же мы – храм Духа Святого, который люди видят нас и говорят, да, действительно, это христианин? И у нас сейчас есть время это все исправить. У каждого из нас есть время поменять. У каждого из нас есть время измениться. Господь это дает время. И хотелось бы, чтобы в молитве, не только в молитве покаяния, но в молитве благодарения мы, когда обращаемся к Нему, вспоминали о том, что кем мы являемся, как Господь нас избрал, какую дорогою ценою мы куплены. Аминь. Помолимся. Многим людям это имя ни о чем не говорит. И в одном ряду с другими, как история звучит, Как забытое предание про Учителя Христа, Путь земных его скитаний, кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, И душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя, только имя мудреца. Иисус, 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 И Звучит музыка. К новой жизни я рожден. Перед ним открыл я сердце, я свободен, я прощен. Кровь Спасителя, живая смыла все мои грехи, Очищает, исцеляет милость Божьей любви. В этом имени чудесно торжество моих побед. В нем источник сил небесных, вечной жизни дивный свет. В нем спасенья основа, жизнь отрадна и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла. Иисус 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 Христовым убегают силы зла. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мама, будь всегда со мною рядом, Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня застёк, Мамочка, прости, ты слышишь? Мама, будь всегда со мною рядом, Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, Мамочка, прости. Только ты всегда поддержишь и успокоишь, И от зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты, ангел, тобой живу я, С благодарностью я руки твои целую. Мама, будь всегда со мною рядом, Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, Мамочка, прости. Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом, Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, Мамочка, прости. Свет в окне, мы вместе, на душе светло, Мамочка, родная, как с тобой тепло? Я молюсь ночами, чтобы ты целая, чтобы ты целая, Мамочка, была. Жизнь подарила, Мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя. Мама, будь всегда со мною рядом, Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, Мамочка, прости. Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом, Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, Мамочка, прости. Мама, только не грусти, ты меня за всё, Мамочка, прости. Зачем это? Вот знаете, нам их не понять. И может быть, они нас не поймут, потому что мы никого не носили под сердцем 9 месяцев. И вот Давид, помните его, да, это благословенный царь, он вспоминает свою вот эту жизнь и говорит, упование я получил где? У груди матери. Были другие братья в этой же семье. Вот почему-то у него получилось лучше всех. Может быть, больше молилась, больше пела во время, когда кормила грудью сына своего очередного. Но вот такое. Тимофей, ученик, помните такого, да? Апостол Павел так вот его немножко хвалит и говорит, вот вспоминаю, вот бабушке была вера, она передала дочери, а дочь передала тебе. Вот такая вот наследственная какая-то связь, и опять мать. И вот уже упоминалось в молитве, вот Христос даже, Бог сравнивает, мать, вот забудет ли женщина грудное дитя свое. Вот даже вот такое сравнение есть. Спасибо вам, что вы нас вырастили, спасибо вам, что вы не досыпали, и спасибо вам, что вы за нас молитесь и продолжаете молиться. Благословенный вы у Господа. Я еще одно хочу сказать, и потом мы будем читать Слово Господне. Знаете, у нас сегодня между собраниями будет особое мероприятие. Вот молодежь постаралась и приготовила очень много вкусного. И знаете, вот это вкусное, если кто-то принял решение, купил билет, это очень правильно. Если кто еще не купил билет, такой, ну знаете, дешевле, чем в Голден Коралл или в китайском ресторане, ну здесь будет дешевле и намного вкуснее. Вот разница в чем? Вы туда пойдете и покушаете, и кто-то вам скажет спасибо, и кто-то станет богаче. А если вы сегодня здесь покушаете, вы знаете, вот эти все деньги оплатятся расходы, и кому-то станет хорошо в Молдове и на Украине. Это нашему миссионерскому отделу вот такая маленькая помощь для их нужд. Это, знаете, очень правильно. Еду обещают очень вкусную. Я человек с Востока, я люблю плов. И говорят, сегодня готовил плов самый-самый-самый знаменитый повар с нашей церкви. Поэтому, братья и сестры, не пропустите это событие. Можно задать вопрос? У нас гости есть, которые не члены поместной церкви? Если есть, поднимите руку. Раз, два, три, четыре. Вы знаете, у нас была традиция, когда нас было мало, вот спрашивают сначала, гости есть и приветствуют. Спасибо вам, что вы не забыли. И охота, чтобы вы нашли, если думаете, переехать пристанище в этой церкви. Она самая хорошая в этом городе. И, знаете, вот почему я спрашиваю. В 3 мая я был в Сакраменто, в одной из больших церквей. Просто давно я там не был, в церкви, в городе часто, а вот в церкви-то не был. И вот я пришел, была вечеря. Вот знаете, вот с самого начала мне все понравилось. Вы знаете, парковки там распределяют все, куда встать, где как. На траву ставят очень много. Потом зашли, ну, зашел я, вот там немножко как-то я пропустил, и я сел не на то место. Меня попросили пересадить, пересел, опять попросили пересесть, я опять пересел. Знаете, как-то вот, ну, вежливо попросили. Вот потом было богослужение очень благословенное. Хор чудесно пел, проповедь была. Потом у них такая традиция просто прочитать главу и помолиться. Может, мало читают Слово Господне, я не знаю каждый. Ну, вот у них такая традиция очень правильная. Вот, а потом, знаете, вечеря была, ну, и на этом все. И вроде бы они все так улыбались, а я так постоял, посмотрел, ну, без галстука, незнакомый. Пришел, не здрасте, ушел, не здрасте. И я сам себя поймал. А как я поступаю в своей поместной церкви в городе Шарлотти, когда приходят незнакомые люди к нам. Ну, у меня много незнакомых людей, потому что я сам гость здесь бываю. Вот. И все равно, знаете, когда ты не, когда ты замечаешь человека нового, вот как ты относишься к этому? И вот, знаете, много мыслей пошло вот после того утреннего богослужения. Вот ради чего Христос создал церковь на этой земле? Вот ради чего? Вот что хотел он вот этим своей организацией или организмом вот показать этому миру, который потерян, которого сатана купил оптом, и, знаете, ни за что. И вот что он хотел вот насадить в этом мире, чтобы оно светило, чтобы оно грело, чтобы оно осоляло вот этот мир. И вот я сегодня немножко хочу, я знаю, что я не успею уже много времени, детки так славно пели сегодня. Вот. И я хочу 27 мая, если Господь продлит жизнь, это среда, продолжить эту мысль. Потому что для меня она стала очень и очень важной. Потому что, вы знаете, жизнь наша пройдет. Какой я след оставлю в поместной церкви? Я. Потому что есть пресвятера нами, Богом избранные через наше голосование сегодня, которые непрестанно пекутся о нас, которые заботятся о нас. Вот насколько я хороший ученик в этой поместной церкви, чтобы рано или поздно кому-то стало хорошо от того, что он соприкоснулся со мною. Или, может быть, я сам специально подошел, протянул руку. Вот вы здесь, может быть, первый раз, откуда, зачем, как, как-то поучаствовать. Как-то, знаете, вот, ну, показать, даже если не знакомый человек с Аляски или с дальнего севера, вот ров Христова воистину объединила нас, и мы одна семья. Неважно, где живем и какую церковь, в каком городе посещаем. Я имею в виду живую церковь баптистского вероисповедания. Вот. Поэтому мне нужна церковь. Каждому здесь сидящих нужна церковь. И я нужен церкви, так же, как и здесь каждый сидящий нужен церкви. Я прочитаю два места Священного Писания, и мы немножко порассуждаем. Знаете, первое место – это Римлянам, 12 глава, с 3 стиха и ниже. По данной мне благодати апостол Павел пишет Римской Церкви вот такую речь. Всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай. В простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайся зла, привлепляйся к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не слабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Второе место – это Ефесянам, 4 глава. Это дополняет картину Церкви Христовой. Не сшедший – это то есть Христос. Он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он, Христос, поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа, совершенного в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в тело, которое есть глава Христос. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Если вы поняли, то слава Господу, если нет дома, перечитайте несколько раз для созидания самого себя в церкви, в теле Христова, в любви. Вот где я начинаю созидаться, где я начинаю расти, вот в этой поместной церкви, во вселенской очень просто, знаете, ну я вот шлем вселенской церкви. Вот в поместной церкви проявляется, кто мы есть на самом деле. На самом деле, и вот для меня, вы знаете, возникает снова и снова вопрос. Что такое настоящая церковь нашего сегодняшнего 21 века? Это музей святых или госпиталь для духовно больных? Это школа Христа, где учатся иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе? Или место встречи изменить нельзя? Где уже каждый облюбовал место, так вот привычно, если кто-то сел на мое место, я чуть-чуть опоздал. Я уже так себя чуть-чуть неловко чувствую. Молодежь уже избрала одно помещение, вот знаете, так на галерке, чтобы никто не наблюдал. И там, если что-то не совсем, ну, хорошо идет, начинают, знаете, вот занимать себя чем-то, ну, не в правильном месте, неправильными делами. Я вспоминаю, я как-то говорил, я хочу повторить. Вот знаете, я рос в Киргизии, во Фрунзе. И вот елки там сажали, голубые ели. Они такие красивые были. И старшие братья нас просили 15, 16, 17 лет приходить и дежурить ночью, потому что перед Рождеством, ну, люди, которые под алкоголем, могли срезать. Там охраны не было и все. И нас просили, чтобы мы там всю ночь немножко ходили, чтобы люди видели, что там кто-то есть. Не один сторож, а человек 15, молодежи. Очень благословенное время, когда мы слушали вот пожилого человека, что он рассказывал о своей жизни, пережитой, знаете, благословенно было. Но когда мы вот баловались в этом здании, посвященном Господу, всегда что-то случалось. То руку сломает, то ногу, то простая царапина не заживала 3-4 месяца. И, знаете, я вот сегодня, я понимаю, Господь показывал, это мое, это посвященное для меня, это святыня великая. Здесь нельзя себя вести так, как можно вести на улице. И, знаете, это помогло и помогает до сих пор. Когда ты приходишь в Дом Божий, вот какой-то трепет наполняет. Потому что зданий много красивых, но не все посвящены для Бога. А это освящено и посвящено, когда вещь становится святым. Когда отдают для служения Господу. И это место отдали для служения Господу. И поэтому, дорогая молодежь, кто еще не понимает, это святыня великая. И вот эти два коротких часа, иногда чуть больше, мы должны учить себя. Мы пришли в храм Бога Живого. Мы пришли поклониться Богу. И это должно соответствие в нашей жизни. Должно, вы знаете, мы должны себя учить. И мы, родители, должны объяснять детям нашим, не только здесь, не только переживать, вот опять он взял это, а чтобы дома, когда мы выходим вместе, дай Бог, чтобы вместе, пока маленькие, чтобы мы посмотрели, как одет, обут, что взял с собой и попросить оставить дома телефон. Он не нужен церкви. Восхищение по телефону не будут объявлять. Труба Господня и верующие во Христа услышат. Живые верующие услышат. Поэтому не обижайтесь на меня, но это вот такое маленькое вступление перед громаднейшей темой, которую невозможно осветить в несколько минут. И вот церковь, знаете, вот если мы вернемся назад к истокам, она не сразу появилась. Вот в начале было ученичество. Вот 10 глава Матфея, вот почему я хочу напомнить начало. Как получилось, вот из этих людей несколько, 12 потом добавилось, вот такое прекрасное тело Христова в первом веке и в последующих годах. И сегодня разрослось по всему земному шару. Вот 10 глава Матфея, он описывает, Христос избрал себе в начале 12 учеников. И они были все такие разные. Такие и по возрасту, и по положению, и по работе, и по интеллекту, и по уму. Все были разные. И вот знаете, вот во Христе как-то получилось очень здорово. Вот простой пример. Вы знаете, был там Матфей, который написал Евангелие. Он был левий, он был сборщик податей. Он работал на Римскую империю. Он набирал для Рима и, может быть, как вот Закхей, помните, да, начальник мытарей. И вот он половину имения раздам. И кого обидел, воздам вчетверо. Понимаете, потому что он сознательно обижал свой народ. Вы знаете, еврей обижал евреев. И я думаю, и у этого тоже мытаря где-то, может быть, не так много, как у Закхей, но что-то было. И вот Христос избрал также Симона Зелота. Это партия, которая воевала против римлян. Это вот подпольная такая, это вот сегодня, как можно сказать, террористы. И почему-то во Христе они, вот теперь вы будете вместе, в моей команде. И они ужились. И они ужились. И вы знаете, когда вот читаешь биографии вот этих апостолов, учеников Христовых в одном Евангелии, во втором, в третьем, четвертом, потом их уже послания пошли, вот понимаете, вот это дает надежду каждому человеку, если у них получилось, если Господь избрал вот это немощное, ничего не значащее, вот знаете, несовершенное, которое никому не нужно было, и вот из этого получились 12 апостолов. Один потом предал, потому что он испытывал все, что и те 11, но он предал и ушел, сын погибели, избрали другого, 12. Ну вот это первоначально, 3-3,5 года, вот как он с ними, вот знаете, потихоньку работал, работал, работал. Вот при всех своих недостатках, при всех своих недостатках, они доверяли Христу, они были готовы быть со Христом, вот еще не все понимая, еще не все понимая. Вот Петр, вот это вот, с кем Христос больше всего работал, вот такой пылкий ученик. Вот знаете, у кого есть факс-машина, знаете, вот поставил, отправить факс, да, или копию мы делаем, поставил и сразу выходит. Вот один человек говорит, вот у него мысли и язык работали одновременно, мысль только подумала, и он сразу ее выдавал. Вот автоматически, вот такой он был в начале. Вот если помните преображение, да, он проснулся, еще не пришел в себя, а потом смотрит, вот Илья, Моисей, Господь, такая слава, и он сразу, Господи, хорошо нам здесь, сразу, мгновенно. Два других пока протирали глаза, приглядывались, где мы оказались, а он мгновенно выдал. Хорошо, давайте мы сделаем вот трекущий, да, а может быть Моисей так на Христа это говорит, кто с тобой? Ну, знаете, вот такой вот, вот если посмотреть на это положение, вот такой вот человек, и вот он говорит, отошли 70 учеников, помните это событие от Христа, потому что что-то непонятное Христос говорил народу. И потом он посмотрел, 12 осталось, 70 ушло, и он говорит, может и вы хотите уйти? И опять мгновенно, Петр, а к кому нам идти? Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни. Вы знаете, вот такой вот пылкий ученик, и вот Христос, потом вот еще одно событие с ним, вот когда они поплыли, после насыщения пяти тысяч людей, Христос понудил их плывить, и потом они поплыли, шторм, и вот где-то уже к концу ночи Христос идет по воде, и все перепуганные, уставшие, и вот идет Христос, и вот как вроде призрак. И все вскричали, а он говорит, не бойтесь, это я, а Петр сразу опять, мгновенно, Господи, если ты, ну повели мне пойти по воде, если ты. Вот, вы знаете, вот мысли мгновенно раз и сразу выдавал. Все на него, может быть, посмотрели как-то по-другому, а он, а Господь говорит, иди. Он же не сам пошел из лодки, он получил приглашение, иди, и он так робко раз встал, пошел. И знаете, можно над ним смеяться, что он утопал, что он маловерный, что он усомнился, но никто и больше из учеников не ходил по воде, как апостол Петр. И многие другие события, он удостоился быть на горе преображения, он многому удостоился. И потом в конце у костра, когда воскресший Христос, он трижды спрашивает и говорит, паси овец, паси анцев. Никому другому Христос не сказал. Вот до и после, вот до и после, другие ученики, вот Андрей, вот тоже вроде бы незаметный такой, но если бы не было Андрея, не было бы и Петра. Помните, Андрей был ученик Иоанна Крестителя. И вот очередной раз Христос идет мимо, а Иоанн говорит, ой, идет Агнец Божий. И два ученика пошли за ним, один из них был Андрей. И вот, Господи, хотим посмотреть, как ты живешь. Ну, пришли, посмотрели, он сразу бежит, находит Петра. И говорит, мы нашли Мессию, пойдем, посмотришь. Мы были у него дома, мы слушали, мы наслаждались общением, пошли с нами. И вот пришел Петр, и Христос говорит, ты, Симон Иоанн, камнем назовешься. Вот на этом маленьком камешке я создам церковь свою. Так и получилось, так и получилось. Потом помните, вот Христос, когда Он учил учеников, вот что не хватает сегодня мне, вы знаете, доверия. Вот может быть, слова от Господа нет. Вот знаете, собралось пять тысяч, и проголодались. И вот Христос тест ученикам. Вот говорит, где нам взять пищу? И смотрит на одного ученика. И вот говорит, где взять? И он так посмотрел на толпу, ничего нет, и говорит, тут на 200 динариев. То есть почти годовой тогдашней зарплаты не хватит всех накормить. Христос знал, Христос знал, что делал. Он просто ученикам своим тест сделал. А Андрей, опять вот его называют по-английски бринер, то есть приводил, он приносил ко Христу людей. И вот всевозможные такие правильные ситуации были. Он говорит, вот здесь мальчик, две рыбки, там пять хлебов. Ну что это? То есть, если один ученик получил F в тесте, то может быть Андрей, может C+, может B-, я не знаю. Может быть, но немножко лучше получилось. Вот так было. Потом, помните, Елены пришли к Филиппу, говорят, мы хотим видеть Иисуса. А он пошел к Андрею, а Андрей увел их ко Христу. Вот это, тот, кого вы ищите. То есть вот такое, ну вроде незаметное. Вроде незаметное. И вот последние два, и мы будем закругляться, продолжим в среду. Иоанн и Аков, это братья Громовы. Вот сыны Грома. Вот это просто так фамилии тогда или прозвища не давали. Значит, у них что-то было. И вот один простой такое напоминание. В пример, вот они шли, день склонился к вечеру. Два ученика пошли в самарийское селение, чтобы приготовить ночлег. А там их не приняли. Потому что они имели вид путешествующих в Иерусалим. То есть иудеи и самаряне. Вот они пришли, Господи, нас не принимают. Христос, вроде бы, пойдем дальше. А эти два, Господи, ну можно мы огонь свиньем и попалим в это селение? Вот мгновенно тоже. Вот Христос говорит, ну не знаете, какого духа. Я пришел не губить, а спасать. И вот когда читаешь вот эти все биографии этих учеников. И вот знаете, можно с разной стороны на них посмотреть. Можно повылубаться, можно их осуждать, можно еще что-то. Но каждый из этих учеников, кроме Иуды, Он дает надежду каждому человеку, если у них с помощью Господа получилось перевернуть тогдашний римский мир сверх на голову, что получилось насадить столько церквей, распространить Евангелие благодати по тогдашней римской империи, то у нас тем более получится. Тем более получится. Надо просто продолжать быть усердным учеником и хорошим учителем. То есть передавать дальше то, что я выучил, на практике. Передавать дальше. И вот мы не зря прочитали. Вы знаете, церковь Господь создал, и Он наделил ее великими полномочиями. Некоторые места трудно понимать. Он наша глава, а мы его тело. Он нам все отдал. Сегодня один брат мне показал место, все покорил под ноги, его поставил выше всего главой церкви. Церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Я это место не понимаю. Церковь, полнота, наполняющего все во всем. Мы тело его. У нас есть глава Христос. Вы знаете, когда читаешь, думаешь, Господи, какое богатство еще лежит нами невостребованное. Нами невостребованное. Это не доллары. Это не дома большие и машины красивые. Нет. Это вот то, что помогает нести благодать Господню. Это то, что помогает быть истинным христианином. Это то, что помогает стоять на твердом основании библейского вероисповедания. Вот это богатство, которое еще не востребовано всеми нами. Всеми нами. И вот смотрите, что самое первое. Забота Христа о церкви. Смотрите, что мы прочитали. И Он поставил одних и перечисления. Кого Он поставил и для чего? То есть к совершению святых на дело служения. На дело служения. И вот я насчитал в Евангелиях, посланиях 22 разных таланта или дарования или вида служения в каждой поместной церкви. В каждой поместной церкви в среду я постараюсь их обнародовать. И сколько Бог даст жизни и возможностей мы будем их разбирать. Потому что я сегодня понимаю, рано или поздно мы с вами, мы с вами, верующие в Иисуса Христа, мы предстанем на судилище Господня. Это будет обязательно. Это не суд, осуждение. Это не та вечность осуждения с сатаной и его ангелами. Тем, которые не приняли Христа как личного спасителя. И если в нашей церкви есть такие люди, поторопитесь. Время благодати коротко. Если Дух Святой стучится в ваши сердца, сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Но я говорю к членам церкви Христовой поместной. Он наделил нас, помните 25 глава, вот эта притча, то есть земная история с небесным значением. Каждому дал по силам, никого не обделил. Каждый получил, кто больше, кто меньше. Не в этом значение. Значение, как каждый получивший отнесся к тому, что получил от Господина своего. Вот это главное. Вот это главное. И вот мы будем на судилище Христовом. Обязательно будем. И дай Бог, чтобы каждый здесь сидящий оказался на судилище Господнем. Это для награды. Это не для осуждения. Это для награды. Что мы делали, живя в теле? Что мы делали в поместной церкви? Что мы делали в этом городе? Что мы делали в своей жизни, живя в теле? И мы обязательно там будем. Не дай Бог оказаться пред тем, кто отдал самое дорогое, сына своего единородного, оказаться с пустыми руками. Оказаться, как из огня. Третья глава первого послания к Орифинам. Она описывает такое событие. Это спасенное состояние, но это без награды. Как бы из огня. Вытащите головешку из костра, пусть она остынет. И потом посмотрите, к ней плохо, к ней нельзя прикоснуться. Сразу замараешься. И такое состояние окажется на небе. Но не дай Бог оказаться на небе. Что лучше? Услышать хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость Господина своего. Или молчаливо войти в спасение. Что лучше, братья и сестры? Что лучше? Задайте себе вопрос. Задайте. Поэтому сегодня очередной раз у нас школа Христова. И Христос хочет, чтобы Его церковь, которая функционирует до сегодня, которую врата ада не одолели, не одолели до сего часа и не одолеют. Потому что Господь обещал, и Он говорил, все я с вами до скончания века. И тот, кто в нас больше того, кто в мире, не одолеют силы вражеские. Церковь Христову живую. И истину никогда не одолеют. Это 100% уверенность должна быть в каждом христианине. Но вот что я успею сделать для распространения? Что я успею рассказать? Вот три дня назад я познакомился с одной женщиной, она с Эфиопии. Вот знаете, вот несколько слов, и она сразу стала говорить мне о Боге. Я думаю, ну мы не знаем друг друга, она, ну кто я для нее. И она стала мне, вот знаете, вот с таким вот вдохновением рассказывать о Христе. Как с Ним хорошо, как с Ним прекрасно, как Он прощает, как Он любит. А я сижу, думаю, Господи, да откуда ты взялась такая? Вот, вы знаете, меня начало напоминать. Я говорю, да я тоже вроде бы брат в Господе. И она такая сразу, вау, а я думала, ты просто это, ну хороший человек. Знаете, вот приятно, что есть такие люди, которые вот без всяких, вы знаете, вот, а что подумают обо мне и что-то, они заботятся о тебе, и они хотят, чтобы ты был знаком с тем, что две тысячи лет назад умер за твои и за мои грехи. Для чего? Чтобы войти в церковь, чтобы в церкви получить приращение любви, чтобы в церкви совершенствоваться, чтобы в церкви прославить своего Господина, чтобы в церкви умножить эти плоды, и чтобы потом вместе с церковью на облака. Это прекраснейшее состояние, братья и сестры, это прекраснейшее. И вот кто еще сомневается в том, что Он обделен Господом? Кто еще сомневается, что Он обделен Господом? Начните изучать Священное Писание. И более того, у нас пять пастырей, которые пекутся о нас. Пять человек, которые будут отвечать за каждого члена поместной церкви. И здесь написано, Господь их поставил к совершению святых. И если есть какое-то сомнение, найдите время, придите домой, попейте чай, попросите помолиться, спросите, какой у меня или у тебя дар. Чем я могу быть полезен в поместной церкви? И вы знаете, как красиво будет. Там не будут только одни розы, не будут одни ромашки, не будут там васильки или тюльпаны. Это будет красивейший букет для славы Господа. Он достойный этого, братья и сестры. Он достоин, чтобы моя и твоя жизнь прославила Его. Он достоин, чтобы мы хотели святости. Он достоин, чтобы мы были светом и солью окружающему миру. А нашему Господу за то, что Он позволил нам быть в Доме Его, слушать и наслаждаться пением, читать Слово Господне, размышлять и молиться. Ему слава во веки веков. Аминь. Слава Господу. Продолжим 27-го. Замерла ночная тишина. Уж в который раз ночной порой Мама не отходит от окна. Ты же не торопишься домой. Вся земля вокруг спокойно спит. Только не для мамы тот покой. Каждый миг к окну она бежит. Ты же не торопишься домой. Смотрит на часы. Уж сколько раз Стрелки обезжали циферблат. Ни на миг сомкнуть не может глаз. Бой часов Тревожен, как набат. Скоро утро. Где же ты теперь? Рвется сердце к сыну своему. Мама ждет и смотрит все на дверь. Побежать готовая во тьму. И дитя несчастное любя Мамина душа болит, болит. Неужели в сердце у тебя Эхом эта боль не прозвучит? Совесть не войнуется ли твоя? Счастлив ты среди друзей своих. Неужели? Нет, не верю я, Что можешь радоваться в этот миг. Как же ты веселым можешь быть Или верить в светлые мечты. Мать не может спать Не есть, не жить От той боли, Что приносишь ты? Разве в этот час ночной поры Ты хотя бы на миг Не вспомнишь, мать? Ее тихий зов Вернись, вернись домой Очень я устала ждать На окно усталой головой наклонилась Больше нету сил Все бросай, беги скорей домой Обними, прощения проси О, пойми, что так негоже жить Заповеди Божьи отвергать Бог велит родителей любить Чтить их и заботу проявлять Аминь Дни и ночи, дни и ночи Напролет Сердце матери о детях вопьет Чтоб была над каждым Господа рука Материнская дорога нелегка Она хочет видеть всех своих детей Среди множества спасенных у дверей Чтобы Бог перед ними небо отворил Кто им вечность через Сына подарил Но для этого так много нужно слез И молитв, что в Божью чашу налилось Оливы наполнялись до краем Ответ уже у Господа готов Будет он спасение в доме совершать Непокорных сердцем будет усмирять Знает, как к дитю любому подойти Да стучаться как, чтоб каждого спасти Но для этого так много нужно слез И молитв, что в Божью чашу налилось И они бы наполнялись до краем Ответ уже у Господа готов Без ответа не останется мольба Всех детей ее у Господа судьба Он на дланях имена их записал На Голгофе жизнь вечную им дал Бог не хочет погубить ни одного Но спасти желает всех до одного Пусть молитвы материнские текут О, как ценен перед Богом этот пруд А для этого так много нужно слез И молитв, что в Божью чашу налилось И молитв, что в Божью чашу налилось Без молитв, что в Божью чашу налилось Без молитв наших и слез не преуспеть Это сила, чтобы в битве одолеть Мать Всем в доме угодить она стремится Усталая, стареющая мать Сутулившись, всегда на помощь мчится Готова и встречать, и провожать Ее забота часто раздражает Ее расспросы лишние порой Ее невольно внуки обижают И дети повторяют Дверь закрой И всем она участие мешает Ложится поздно, а встает чуть свет Хлопочет, суетится, все решает Пытается все время дать совет Навязывает всем свои рецепты То дети громко в комнате шумят То переложит книги и конспекты Слова свои вставляет не в попад Тревожится, когда приходят поздно А в Боге затевает разговор И Библию читает так серьезно И в церковь ходит с давних пор Но день настал И в доме стало пусто Ее тогда в больницу увезли Друг другу все А тогда в глаза смотрели грустно Когда бросали в яму горсть земли И каждый раз, когда они успевали Перед работой чай себе нагреть О матери невольно вспоминали Которую у них забрала смерть Ее расспросов всем не доставало И телефон предательский молчал И так ее заботы не хватало И больше никого никто уже не ждал Все помнят, как молилась у порога Всех успевала благословеньем проводить И счастье для своих детей у Бога Так лишь она умела попросить И кажется, была бы она живая Хватило б для нее и слов, и чувств Как жаль, что понимаем, лишь теряя Что мир без мамы холоден и пуст Аминь Когда я был еще дитя Так живо помню то Как часто маму огорчал И причинял ей зло Теперь она на небесах Уже нет ее со мной Скажи ей, о Спаситель, что я твой О, мама, ты всегда молилась за меня Скажи, Спаситель, маме, что я твой Приду я к небесам С ней радоваться там Скажи, Спаситель, маме, что я твой Как часто был упрямым я Боль сердцу принося Но кротко ласкова она Любила все ж меня И в детстве радость и печаль Делила пополам Спасен я, о, скажи ей, Боже, сам О, мама, ты всегда молилась за меня Скажи, Спаситель, маме, что я твой Приду я к небесам С ней радоваться там Скажи, Спаситель, маме, что я твой Затем, как тот заблудший сын Оставил дом отца Изранил сердце, маме, я Не знал любви дворца Она ж молилась в день и ночь О милости большой Скажи ей, о, спаситель, что я твой О, мама, ты всегда молилась за меня Скажи, Спаситель, маме, что я твой Приду я к небесам С ней радоваться там Скажи, Спаситель, маме, что я твой Но вдруг с тревогой слышу весь На сверхном одре мать Спеши же видеть время есть Ведь можешь опоздать И я пришел тогда И я пришел тогда И ей дал слово пред тобой Что я отныне Он, Спаситель, не мой О, мама, ты всегда Молилась за меня Скажи, Спаситель, маме, что я твой Веду я к небесам С ней радоваться там Скажи, Спаситель, маме, что я твой О, мама, ты всегда Молилась за меня Скажи, Спаситель, маме, что я твой Иду я к небесам С ней радоваться там Скажи, Спаситель, маме, что я твой Скажи, Спаситель, маме, что я твой Аминь Аминь Третья глава Вторая половина Двадцать второго стиха Не пренебрегай матери твоей Когда она и состарится Если вы заметили то Свои отношения и с Израильным И с отдельно взятым человеком На страницах Библии Угодно было Богу для того Чтобы достичь Ну, нашего понимания Построить на взаимоотношениях Матери со своими детьми Я думаю, что здесь Не слишком глубокая тайна Этот самый тот момент Когда Бог нашел именно таким вот образом В примере, в аллегории отношений Матери и детей Достичь моего и твоего сердца Открыть свою любовь Чтобы могли мы понять Его любовь и оценить Сегодня прозвучало уже Это библейский текст Это вопрос Бога к человеку Хотя он, в принципе, риторический Но на этот вопрос Мы можем смело ответить Нет Господь спрашивает Забудет ли мать? Скажите, кто осмелится сказать Да? И мы говорим Нет Найдите такую мать Что забудет дитя свое Вы можете привести Одиночные случаи Но это не тот момент Когда мать забыла Никогда она не забудет Она может его оставить Она может быть Найдется такая мать Которая принадлежит Своими обязанностями Но она никогда не забудет Дитяти своего И для того, чтобы мы с вами Не забывали наших матерей Когда уже они приходят В преклонный возраст Господь определил Заповедь свою По отношению к каждому из нас Не пренебрегай Матери твоей Когда она и состарется Это свойственно человеку Но во все времена В любом возрасте Для наших матерей Мы остаемся детьми Мне 62 И каждый раз Когда я звоню Матери Первое, что делает Она Она благодарит Я думаю Ну почему так? Наверное, мне надо Благодарить Она всегда говорит Спасибо, что ты нашел Время позвонить И вопрос Когда приедешь? Я хочу еще раз Увидеться И я каждый раз ей даю слово Что приеду, мама Я живу от этой надежды Что в своей жизни Я еще раз увижу В живых свою мать Нас было шестеро Сегодня все сыновья Здесь в Америке Дочь в Греции На окраине Большого некогда Села На Днестровской Возвышенности Крайняя хата Где живет моя мать Несколько, может Сто метров В конце огорода Кладбище Где покоится отец Некогда этот дом наполняли И детский плащ И детский смех И радости И печали Сегодня одинокая мать Которая ждет Когда ты позвонишь И скажет тебе спасибо В древности Да и до наших дней Дошел этот Хороший обычай Когда мать Родила дитя Бабушка Которая Повивальница Она брала это дитя И Ложила ей На грудь Матери На там где Сердце Ребенок Когда рождается В мир Он рождается Во вражескую среду И первое что ему нужно Ему надо снова Услышать Или ощутить Тот стук Сердца Матери Которому он привык На протяжении Дети Месяц там Под сердцем Матери И когда он Узнает этот стук Когда он услышал Этот стук Сердца Матери Когда он услышал Дыхание Матери Он успокаивается И на протяжении Всей своей жизни Каждому из нас До боли Знакомо То состояние Когда нам хочется Прильнуть Груди Матери Всем нам знакома Духовная Песнь У твоей груди Успокоюсь я Успокоиться Сердце Мое Здесь идет О взотношениях Человека с Господом Христианина Со своим Господом Именно у груди Господа Но эти слова Взяты Из жизни В отношении Матери И ребенка Возвращаясь Прошлую неделю С Филиппин Я не могу сказать В воле случая Но сидел Рядом Где много места В этих промежутках Секций Между классами В этом самолете Есть такое место Где немножко Больше места И там сидело Несколько молодых Матерей В одной четверть Детей было Я что-то не заметил Отцов Вот одной двое Одна с одним Носилась На протяжении 14 часов Перелета из Кореи В Америку И что я заметил Каждый раз Когда дети Ну мы-то понимаем Идет Самолет Садится Взлетает Давление в ушах Но дети Этого не понимают Они начинают Тревориться Начинают плакать Я заметил Одно такое Запоминающиеся Мать всегда Брала этого малыша На руки Прижимала ее к груди И что удивительно Этот ребенок Ей может быть Год Полтора Он всегда Когда мать его взяла На руки Он сразу Ей на левую сторону Прижимался К сердцу матери И здесь У груди своей матери Он успокаивался Вот так С первых дней Жизни Мы зависимы От наших Матерей Даже в таком Вот творчестве Как мой Может кто-то еще старше Если наши Матери в живых Мы зависимы От них Потому что они Молятся От нас О нас Успех Моего и твоего Служения Это молитвы Наших матерей И материальные Благополучия И духовные Благополучия Это молитвы Наших Матерей Господь предупреждает Господь Призывая сегодня Меня и тебя Не забывать Наших матерей Тогда Когда они Не состарятся Да Может говорят Не в попад Да Может за много Беспокоятся Да Может Войдут Не в такт В этих беседах Но это Наши Матери Будем помнить о том Что свои первые шаги Мы сделали Навстречу Матери Мы не помним Того момента Когда мать поставила нас Протянула на ноги Протянула к нам руки И ждала Когда мы Первый шаг Сделаем Навстречу ей Но это так Первое слово Которое легче всего Было нам произнести И которое мы произнесли В своей жизни Это Мама И сегодня Когда мы Вспоминаем О наших матерях Когда мы Может Хотим Как-то Сделать для них Какую-то праздничную Атмосферу Я бы хотел Призвать Сегодня Всех нас Горячо Поблагодарить Нашего Господа За Наших Матерей Поблагодарить Поблагодарить Их Поклониться Им Низко До земли За то Что они Некогда Родили нас За то Что они Вскормили нас За то Что они Сегодня Они Не забывают О нас Когда мы В суете Этой Забываем Позвонить Быть может Посетить Когда живем рядом Быть может Помолиться О них Поблагодарить Господа Они Достойны Того Чтобы И утром И в вечерних Наших Молитвах Мы Благодарили Господа О них Друзья мои Это Моя И твоя Обязанность В одном Из своих Стихотворений О матери Я Нашел Нужно написать Так Любить Пока Можно Живых Ще Любить Любите И Любовь свою Оказывайте Пока Матери Ваши Еще живы Свою Дорогу В Отчий Дом Устрояйте Когда еще Живы Мать И Отец И Благодарите Господа Что Есть Сегодня Еще Кому Помолиться О нас Что Есть Кому Еще Поблагословить Каждого из нас В этой жизни Забудет 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 ли мать Дитя Свою Господь И наш ответ Нет Не забудет Даже если Господь Я не забуду Друзья мои Будем помнить Что Свои Отношения Свою любовь К нам Господь Построил На примере За отношения Меня И моей Матери Тебя И твоей Матери Пусть Наша Сегодняшняя Молитва Общецерковная Молитва Благодарности Будет Молитвой Благодарности О наших Матерях О наших Молитвенницах Которые днем И ночью Молятся о нас Благословляют Нас Любят нас И прощают Нас тогда Когда уже невозможно Прощать Они прощают Любят тогда Когда невозможно Быть может любить Они нас любят За любовь Наших матерей За любовь Господа Ко мне И в Тебе Что Он подарил нам Наших матерей Поблагодарим И прославим Нашего Господа Аминь Господи Мы благодарим Тебя за то Что в жизни Поместной церкви Ты даруешь И покаяние Даруешь и решение Для того Чтобы исполнить Всякую правду Благодарим За каждого Кто заявил Желание Принять святое Водное крещение Присоединиться К поместной церкви За каждого брата И сестру Благодарим Что Ты заранил Семя веры И теперь просим Господи Помоги им Показать И плоды этой веры Плоды Покаяния Что они Тобою Приобретенные Для вечных Обителей Мы благодарим Тебя Господи Что Ты ведешь работу Над их сердцами Над их сознанием Чтобы они осознали Что ожидаешь И от них Поэтому Веряя в Твои святые руки Просим Чтобы Ты стал наставником И учителем Для каждого из них Веди по этому Жизненному пути Чтобы они Укреплялись Благодати Твоей И возрастали Духовно Чтобы готовыми И радостно Ожидать Твоего явления Просим Господи Не спошли благословения На всю церковь И также Прими благодарность За это служение Которое мы имели В присутствии Твоем Перед Тобой Мы преклоняемся И поклоняемся И славим Достойного славы Бога Отца Сына И Духа Святого Аминь Для подробной информации О наших церковных служениях И мероприятиях Посетите нас В сети интернета По адресу www.churchofsalvation.org Да благословит вас Бог!